Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Формула права» с вами я, Анастасия Ибрайчева. Обсуждаем сегодня тему «Ответственность руководителя организации». У меня в гостях сегодня Максим Домбровицкий, управляющий партнером Московской коллегии адвокатов «Легисгрупп». Сразу назову телефон студии 65 10 99 6, код «Москва-495». Можно ваши вопросы, комментарии, какие-то истории, если вы хотите рассказать для нас и для всех наших слушателей, позвонить и рассказать. Можно также оставить в виде комментария на сайте finam.fm. Итак, «Ответственность руководителя организации». Максим, вот сразу хотел вам вопрос такой задать. Насколько я знаю, у вас как раз сейчас в производстве находится дело, которое непосредственно касается темы, которую мы сегодня обсуждаем. Можете поподробнее? Да, я поздороваюсь сначала. Добрый день, наверное, да, уже. Значит, выражу сожалению, что чай у меня без сахара, хотя я в гостях, тем не менее. Я думаю, мы исправим этот вопрос сейчас достаточно быстро, но давайте все-таки вернемся. Значит, вернемся, да, к обсуждению темы. Действительно, тема нынче достаточно актуальна, по крайней мере, мне так кажется, потому как сейчас у меня в производстве уголовное дело в отношении руководителя организации, достаточно крупный завод. Собственно, здесь он даже не руководитель, а генеральный директор, так уже, если перейти на... То есть занимает непосредственно должность в организации коммерческой. Да, да, то есть должность. И здесь возникло на пустом месте, я так считаю, естественно, это мнение адвоката, следствие считает по-другому, на пустом месте возникло уголовное дело в отношении него за то, что он допустил сделку, да, подписал договор по отчуждению имущества организации, это была недвижимость, хотя сделка предварительно была одобрена советом директоров, в котором он, естественно, не участвовал ввиду своей заинтересованности. Я напомню, что он является и покупателем этой недвижимости, точнее, акционером покупателя. Вот, то есть сделка с заинтересованностью, все вроде как по закону, тем не менее, собственник ныне, который лицо является собственником, осматривал в этом нарушение, да, по его мнению, сделка была, сумма сделки была занижена, якобы необходимо было провести рыночную оценку стоимости отчуждаемого имущества, этого сделано не было, да, просто цену сделки определили стороны, да, которые подписывали договор, то есть он и непосредственно продавец, продавец это юридическое лицо, которым он руководит. Совет директоров все внимательно слушал, все были согласны, все одобрили, и вот по истечении нескольких лет, да, возникает заявление о возбуждении уголовного дела, и, собственно говоря, пять раз отказные материалы выносились. Но вылилось в уголовное дело. Да, в конечном итоге вылилось в уголовное дело, и, собственно, уголовное дело дошло до суда, суд признал его виновным и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Вот смотрите, Максим, я просто для наших слушателей хочу напомнить, чтобы не путаться, да, что есть определенный вид сделок, при котором необходимо, не имеет право сам руководитель, допустим, это генеральный директор коммерческой организации, такую сделку заключить по своему усмотрению, а должен спросить одобрение, ну, если мы говорим об акционерных обществах или обществах с ограниченной ответственностью, наиболее частая все-таки форма, да, то в данном случае одобрение общего собрания акционеров, ну, там может зависеть немножко от уставов, какой-то ситуации, мы сейчас совсем подробно не будем, потому что, чтобы не запутать просто наших слушателей. Да, ну, если стандартная ситуация, в любом случае вышестоящего некого вышестоящего органа, там может быть еще совет директоров, либо общее собрание акционеров, либо участников. Соответственно, они должны эту сделку одобрить. Это происходит либо в случаях, если очень крупное имущество подлежит приобретению, отчуждению, распоряжению, ну, то есть сумма сделки очень велика по отношению к активам общества, либо, когда речь идет о сделке с заинтересованностью, то есть, ну, предположим, сам директор хочет у фирмы что-то купить. Ну, вот в вашей ситуации, как я поняла, он просто владелец другого юрлица, который что-то приобрело у завода. По сути, вот зачастую это расценивается как вывод активов, да, то есть некое лицо управляющее, которое исполнительный орган общества занимается выводом активов, проводит такие сделки, да, и на свои подконтрольные структуры выводит эти активы. Да, де-факто это выглядит именно так, и не совсем может быть красиво для собственника. Нет, Максим, извиняюсь, что перебила, но я не могу согласиться по одной простой причине, потому что мы, у нас уже такое сознание, особенно у нас с вами, как у коллег, у адвокатов, к нам не приходят, когда все хорошо со сделкой, все прекрасно, удивительно, все довольны и так далее. К нам приходят, когда есть спор. Но, тем не менее, у нас уже сознание, что такого рода сделка, это вывод активов. А по-хорошему для нас это должно быть ненормально. В целом это должны быть эксклюзивные случаи, а не постоянные случаи, обычные случаи, что вывод активов, когда происходит сделка с заинтересованностью. То есть вовсе не обязательно это должно быть что-то криминальное. Дело в том, что так это расценивают правоохранительные органы. И беда в том, что если собственником выступает просто какое-то физическое лицо, либо группа акционеров, их права особо-то никто не защищает. Но если собственником выступает, не дай боже, государство, либо государственная корпорация, то в конечном итоге и рождаются такие вот подобно на пустом месте уголовные дела. Почему на пустом месте? Потому что законом предусмотрена эта процедура, да, вот отчуждения активов, и она соблюдается. Тем не менее, есть желание некоторых чиновников эту собственность получить обратно. И, естественно, как инструмент используются следственные органы. Почему я так говорю как инструмент? Потому что... Не только следственные, получается, уж так откровенно, да? Ну, я уже так забегаю вперед, да, там, если возбудили дело, и его передали вследствие. Вот буквально пару дней назад руководитель Следственного комитета Бастрыкин выступил с заявлением о том, что оказывается и нужно привлекать руководителей организаций, он говорил о чиновниках, да, организации, где есть государственный капитал. Но я предполагаю, что если есть такие организации, то это может распространиться и просто на коммерческие организации. По аналогии. Да, привлекать за то, что они не одобряют сделки, которые впоследствии могли бы принести прибыль организации, да, то есть возникает интересная ситуация. То есть зеркальная, к тому, что вы сейчас рассказали. Да, зеркальная, но в то же время, получается, следственные органы и государство уже определяет, какая сделка является заведомо выгодной, да, какие последствия должны были быть по этой сделке, и почему они не наступили, и давайте привлекать к ответственности. То есть, в принципе, любое неугодное лицо сейчас можно будет, по сути, наказать. Одобрил плохо, не одобрил плохо, не одобрил еще хуже. Но, смотрите, на самом деле, конечно, это достаточно неприятная история, но, тем не менее, я хочу напомнить нашим слушателям, что, в принципе, в последнее время и практика, и законодательство двигаются на первый взгляд, вот если там слушать новости в целом, ну, не вдаваться в подробности, скажем так, внешне, выражающее свое мнение, может быть, со мной, Максим, не согласится, но, на первый взгляд, ну, в сторону смягчения наказания и, в принципе, смягчения вот этих уголовно-процессуальных взаимоотношений, не знаю, как их назвать, правоотношений, да, вот таким общим словом, в сфере бизнеса. То есть у нас, например, та же самая 159-я статья, которая раньше была одна-единственная, называлась «Мошенничество», она, в принципе, сейчас сохранилась, но у нас стало еще 6, плюс просто 159-я стала, 159-я точка 1 и так далее, да, 2-3, вот до 6-й. И, в принципе, как раз предусматривают мошенничество в различных сферах, они непосредственно касаются уже предпринимательской деятельности разных видов, то есть это просто мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в отдельную статью и норму, вынесено и в сфере кредитования, в сфере получения различных выплат и так далее. То есть сейчас у нас эта статья, она разделилась в итоге из одной 7 в общей сложности получилась. Но вот внешне выглядит, что все равно какое-то движение в сторону предпринимательства идет. Но ведь с другой стороны, если посмотреть, получается, что все равно при всем при том, органы следствия в данной ситуации имеют в определенных случаях возможность, ну, скажем так, очень глубоко залезть в деятельность организации постфактум уже. И действительно постфактум решать, а было ли какое-то действие руководящих лиц, это, кстати, не всегда директор, генеральный директор или как эту должность назвали в уставе, это могут быть действительно и собственники в виде акционеров или участников и иные лица, которые могут так или иначе оказывать воздействие на принимаемое организационное решение. Фактически, да, руководят организации. Ну, в том числе и фактически, да, руководят. И не только фактически, я еще и говорю о членах советов директоров и о собственниках, и о руководителях. Более того, право, второй, первой подписи, как мы называем, может быть предоставлено каким-то другим лицам, которые тоже могут заключать ввиду уже соответствующих распорядительных действий или доверенности какие-то сделки. Но в любом случае они могут постфактум очень глубоко залезать и говорить, а было ли тогда, да, это может быть год, два, три назад, да, в тех условиях была ли эта сделка правильная. И вот тут, как отделить, как вы считаете, Максим, как отделить вот этот субъективизм, потому что ведь на тот момент без всякого злого умысла, ну, слово злое я использую, наверное, в бытовом смысле слова, а умысел все-таки можно использовать в качестве уголовно-процессуального, а тем не менее, без какого-либо корыстного умысла, если уже с точки зрения закона говорить, человек действует, заключает сделку, а потом кто-то приходит и говорит, а ты был неправ, и это доказывает, что ты себе хотел что-то взять. Вот как это отграничить? А вы знаете, отграничить, вот именно, просто взять и отграничить, это будет очень сложно. Дело в том, что это очень все субъективно. Предпринимательская деятельность, она строится на риске, да, то есть, сделка может принести какие-то дивиденды, прибыль, может ничего не привести, ни к чему, все что угодно может быть. И поэтому, когда вмешивается государство в лице правоохранительных органов и начинает определять, а вот вы не по рыночной стоимости продали, вы, ну, скажем так, да, несоблюдение процедуры, это достаточно четко прописано, сама процедура проведения сделок, если она не соблюдается, то, в принципе, здесь уже можно говорить. Мы сейчас выслушаем новости, продолжим, напомним нашим слушателям, обсуждать ответственность руководителя организации. Две минуты на новости и возвращаемся в эфир. Я напомню, что обсуждаем мы сегодня тему ответственность руководителя организации. В гостях у меня Максим Домбровицкий, управляющий партнер московской коллегии адвокатов Легис Групп. Телефон студии 651099, 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать ваш вопрос, рассказать историю, поделиться вашим мнением о том, о чем мы сегодня обсуждаем. Я напомню, что мы в прямом эфире. Также можно оставить ваши комментарии на сайте finam.fm на страничке программы «Формула права». Ну, а мы говорили, Максим, о том, что, в принципе, у нас происходит некая сделка, какое-то управленческое решение внутрикоммерческой организации, и уже постфактум следственные органы так или иначе решают, а было ли это решение правильным, а главное, тут не самый вопрос главный, было ли оно в принципе, по сути, правильным. Никто не отменяет некий предпринимательский риск в любом случае. Но, кроме всего прочего, а был ли умысел в тот момент у человека, когда он принимал это решение на то, чтобы себе там что-то присвоить или причинить ущерб какому-то другому лицу, например, собственнику этой организации, ну, или кому-то еще в зависимости от ситуации. Вот как вы относитесь к тому, что при внешне более лояльному отношению к преступлениям в сфере предпринимательства потеплению уголовно-процессуального климата, я бы так сказала, уменьшению наказаний за преступления по ряду предпринимательских именно преступлений в сфере предпринимательской деятельности. А с другой стороны, в любом случае у нас остается вот эта возможность следственных органов влезать вглубь того, что происходило, и давать на это свою какую-то оценку. Не остается ли у нас здесь опять, в общем, все то же самое, только под другим обертком, под другим фантиком, да, под другой оберткой. В том плане, что мы стремимся уйти от влияния и возможности использования уголовно-процессуальных следственных органов в сфере бизнеса для того, чтобы, ну, как-то предприниматели между собой решали вопрос, вовлекая следственные органы, да, вот в это решение вопросов. А с другой стороны, все равно предоставляем им такие возможности просто в другом виде. Ну, я думаю, что вы сами ответили на свой вопрос, да, действительно, в этом есть проблема. И я вот помню, буквально год назад, что ли, кто-то выходил с инициативой, ну, это было достаточно экзотично, звучало, да, о том, что вообще отстранить, не давать даже возможности для возбуждения уголовных дел по вот именно таким предпринимательским составам, да, если есть какой-то ущерб, то будьте любезны, идите в суд судей, его возмещайте, да, признавайте сделку там недействительное, еще что-нибудь, возвращайте собственность и так далее. То есть, здесь, как бы, в принципе, должна отсутствовать сама возможность возбуждения уголовного дела. А вы тоже придерживаетесь с этой точки зрения? Ну, вы знаете, да, вот нынче, да, потому что все-таки наши доблестные органы, они лезут, очень активно лезут, конечно, не во все взаимоотношения, не во все сделки, не ко всем собственникам и так далее, но когда это необходимо, да, когда используется какой-то административный ресурс, тогда это все происходит, да, и это все рождает достаточно неприятные судебные решения, судебные приговоры. И вот как вы упомянули о том, что действительно не доказан умысел, да, самая главная, субъективная сторона умысел на совершение преступления, и никто и не заморачивается его доказыванием, да, он предполагается априори, да, то есть уже презумпция невиновности, она работает в другую сторону. Ладно, если мы абстрагируемся от составов, связанных с уклонением от уплаты налогов, это понятно, это святое, любое государство, да, привлекает с удовольствием, да, таких лиц, которые уклоняются на соответствующие суммы. Но когда... Механизмы работы статьи гораздо более понятны и прозрачны в целом. Да, вот, конечно, да. Там тоже могут быть налоговые споры, их можно решить в том числе в арбитражном суде отдельно от уголовного дела. Я, кстати, напомню нашим слушателям, что у нас в последней редакции 90-я статья Уголовного процессуального кодекса действует в таком виде, при котором, по сути, решение арбитражного суда, если оно имеет, скажем так, значение для уголовного дела, будет являться периодициальным. То есть, если суд установит, что не было никакого нарушения налогового законодательства задолженности по налогам, нет, то и уголовного дела при таких обстоятельствах быть не может. Да, но это так, ремарка небольшая. Но все равно, когда мы говорим о 199-й, допустим, статье Уголовного кодекса это ответственность за неуплату налогов, здесь все более понятно, да, чем решить, правильно ли, в принципе, правильно ли управленческое решение было принято, во-первых, а во-вторых, решить, что оно было принято неправильным с какой-то целью для себя. Совершенно верно. Все прописано четко, и вот у меня недавно действительно было дело, похоже, когда следственные органы дожидались буквально решения арбитражных судов по нескольким... Ну это нормально. Да, по нескольким заявлениям, и после этого уже возбуждали уголовное дело. Вот, то есть, есть процедура, она соблюдается, есть сроки, с этим как-то можно уже совладать, с этим работать. Но когда происходит именно вмешательство в такую вот экономическую деятельность организации и участников вообще рынка, то ну это как-то вот прямо наводит на какие-то грустные мысли. Вот смотрите, есть какой момент. Вот допустим, была некая сделка на какую-нибудь серьезную сумму, и срок, как мы помним, срок сковой давности на спаривание сделок по 100 на память 81 статья Гражданского кодекса составляет три года, но в отличие от большинства, вот дата начала течение этого срока, этих трех лет, а в отличие от большинства ситуаций, здесь этот срок начинает течь со дня, когда сделка начала исполняться. То есть, соответственно, если у нас было хоть какое-то действие по этой сделке совершено, вот с даты первого такого действия мы начинаем считать срок три года, и дальше у нас есть уважительные причины, нет уважительных причин пропуска этого срока, это еще большой-большой вопрос. достаточно сложно в некоторых ситуациях, особенно юридическим лицам, физическим, ладно, человек может заболеть, лежать в больнице, быть за границей, знать, не знать и прочее, а вот юридического лица меньше гораздо таких обстоятельств. Я про другое говорю, вот у нас есть трехлетний срок исковой давности, и в некоторых ситуациях получается, что была сделка, с которой, ну, никто сейчас не согласен, но при этом срок исковой давности прошел. Он прошел, да, он прошел. Если сделка крупная, при этом у нас может остаться срок давности на привлечение к уголовной ответственности. Совершенно верно. И получается, что у нас идет двоякая ответственность, да, потому что мы, с одной стороны, не можем пойти сейчас в арбитраж и оспорить эту сделку, потому что, ну, если та сторона все-таки обратится к юристу, первое, наверное, о чем подумают, это о сроке исковой давности, это вероятность очень высокая, что такое заявление будет сделано, но, тем не менее, есть большая вероятность проиграть дело просто потому, что срок истек. А вот если пойти в органы правоохранительные, да, если еще будет установлен факт преступления и будет вынесен приговор, тут уже можно действовать как потерпевшая, заявить гражданский иск в уголовном процессе, например, и так далее. То есть вторая процедура получения, там, взыскания и пересмотра, по сути, того, что происходило много лет назад, больше, чем три года. Ну, вот, действительно, такой инструмент используется, когда стороны пропускают сроки исковой давности, да, и используется давление через следствие, да, через уголовное дело. Но есть один нюанс. Вот по этому конкретному делу, да, я напомню, именно крупная сделка, да, и то, что она была проведена по заниженной стоимости и так далее, возбудили дело, просто, может быть, кто не слышал, 201-е злоупотребление полномочиями обычно используется, это я еще прокомментирую. Вот. В рамках уголовного процесса, вот я считаю, что невозможно подать иск о признании сделки недействительной, да, по каким-либо основаниям, там, как ничтожную ее признать и так далее. Можно... Вопрос спорный. Гражданский иск не говорит о том, какие требования можно заявить, какие нет. Нет. Ну, скажем так, нельзя вынести законное судебное решение вот именно по такому иску. Дело в том, что если причиняется вред, ущерб, он подлежит возмещению, да, и тогда сторона должна заявить, ну, логично, что должна заявить иск о возмещении ущерба, который причинен какими-то виновными действиями. Но зачастую стороны, скажем так, злоупотребляют своим правом, они не заявляют подобные иски, а потом, допустим, по окончании уголовного дела, и когда, допустим, приговор вступает в законную силу, подают иск о признании сделки недействительной, да, и уповают, как на приюдицию, на уголовное дело, на документы, которые имеются, доказательства в этом уголовном деле, и на приговор. Тем не менее, не стоит забывать, что у них также остается право на возмещение ущерба, да, и получается такая странная ситуация, если суд удовлетворяет, допустим, иск о признании сделки недействительной, то сторона второй раз может обратиться уже взыскать ущерб с виновного лица, то бишь с физического лица, да, потому что у нас по уголовным делам всегда проходят физические лица, да, пока еще нет у нас ответственности юрлица. Вот, и получается здесь уже, ну, если дальше нагромождать, да, уже какое-то неосновательное обогащение может быть, в моем понимании. Вот, то есть вот этот вопрос такой тоже достаточно неадекватный, так скажем, в законодательстве у нас остался неурегулирован. Я вот, честно говоря, вообще не согласна с тем, что гражданский иск можно решать в уголовном процессе, потому что я думаю, что те, кто сталкивались с судом, любым, даже арбитражным, который, я думаю, максимально быстрый по сравнению с судами общей юрисдикции, все прекрасно понимают, что это определенная процедура, процесс доказывания, доказывания, да, в общем и целом специальные знания, оценки доказательств, специфические документы, это кардинально разница от того, что нужно доказывать по уголовному делу, да, то есть это некий еще второй процесс, и когда мы соединяем все это воедино, вот в моей практике неоднократно я и видела приговоры, и сталкивалась с ними по своей работе, когда выносит суд решение по гражданскому иску, по уголовному делу, заявленному, соответственно, внутри этого уголовного дела гражданскому иску, эти решения либо не мотивированы, либо приняты с нарушением законодательства, последний просто писк, я даже не знаю, как назвать, вот мне попало, я не участвовала в этом деле, а собственно, мне попало в руки решение, приговор суда, в котором было, ну образно, чтобы не рассказывать детали, было взыскан ущерб с лица, который, мало того, что юридическое, и даже не было привлечено к участию в уголовном деле, ни как гражданский ответчик, ни как что, то есть компания по факту узнала, что оказывается, они уже что-то должны, не могли не доказать, понятно, что отменено было это решение, но оно состоялось, сам факт, что оно в принципе состоялось, то есть, вот в данной ситуации мы затронули тему как раз гражданского иска в уголовном процессе, и на мой взгляд, здесь совершенно, вот, ну неправильно рассматривать эти иски, потому что для этого нужно, ну действительно, в уголовном процессе отдельное судебное заседание, назначать и разрешать отдельным видом. Грамотные судьи, ну в моем понимании, грамотные судьи, они буквально отфутболивают такие иски, которые заявляют потерпевшие, разъясняют им право на обращение в суд, и собственно говоря, эти лица, пожалуйста, идут в гражданском порядке, в арбитраж, либо в федеральный суд, взыскивают, либо признают сделки, либо еще что-нибудь недействительными, пожалуйста. Но вот именно в рамках уголовного процесса выносить подобные решения, но это, наверное, все-таки недопустимо. Тем более, если... Законом-то допустимо. Да. Законом это предусмотрено. Вы сказали, что отфутболивают, а чтобы вот если у нас есть потерпевший, да, допустим, ну или лицо пострадавшее от преступления, которое считает, по крайней мере, себя таковым, у него есть право подать гражданский иск. Это право никто умолять не может. Соответственно, он подает этот гражданский иск. Если там формальности соблюдены, суд обязан принять этот гражданский иск. А просто так оставить его без рассмотрения, без оснований. У нас, опять же, уголовно-процессуальный кодекс, если возвратиться к закону, очень узко говорит, в каких ситуациях суд вправе не рассматривать этот иск. Вот иногда заявленный иск суд вынужден рассматривать. И вот такая двоякая ситуация. Если он оставит его без рассмотрения, разъяснит вот это право на обращение в суд общей юрисдикции, соответственно, с иском, то он тоже может нарушить уголовно-процессуальный закон. Тут есть своя специфика, которая далеко не всегда позволяет так судьям поступить. Они находятся между двух огней процессуальных, юридических. Ну вот сам был свидетелем того, как судья, даже ничем не мотивируя, просто несколько раз отшвыривал иск, который заявлял потерпевший. Вы перепишите, либо передумайте. Я пока не буду вносить это в протоколы. И буквально физически ему в руки отдает. Все, садитесь на место. Ну, знаете, по-хорошему, аудиозапись такого судебного заседания по уголовному делу могла бы стать основанием для определенных жалоб на судью, потому что это совсем не процессуально. Напомню, что мы обсуждаем ответственность руководителя организации. Сейчас у нас в эфире новости, и после мы вернемся к обсуждению вопроса. Мы продолжаем обсуждать такую тему, как ответственность руководителя организации. В гостях у меня Максим Домбровицкий, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Легисгрупп. Напомню, телефон студии, код Москва 495, телефон 6510996. Также можно написать нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права» и рассказать либо вашу ситуацию, либо задать нам вопрос. Мы находимся в прямом эфире и обсуждаем собственно говоря вот эту тему. До новостей, Максим, мы говорили о том, что с одной стороны в уголовном, в уголовно-процессуальном кодексе, в уголовном, соответственно, процессе есть такое, такие правовые нормы, которые позволяют заявить гражданский иск внутри уголовного дела, не отдельным гражданским делом, либо в общей юрисдикции, либо в арбитражном суде, а внутри уголовного дела. И дальше у нас в разных ситуациях по-разному. То, как вы рассказали как раз перед новостями по поводу того, что у нас, вы говорили, судья отшвыривал и физический иск не принимал, хотя по-хорошему это не совсем, на мой взгляд, то, что имеет право судья делать. Если подали иск, ну вынеси тогда определение постановления в зависимости от ситуации и мотивируй его принять, не принять, есть определенные процессуальные нормы. Есть другие ситуации, когда принимается все вообще с любыми правовыми основаниями выносится определение и решение, точнее, по данному вопросу внутри приговора не содержится без вообще какой-либо мотивировки. И более того, если нарушения, допущенные при таком решении по гражданскому иску, не являются совсем выпиющими, то, о чем я говорила, когда взыскали с лица, который вообще не был привлечен к участию в деле, причем значительную сумму. Но это уж совсем выпиющий такой момент. А если не совсем выпиющий, то оно может совершенно спокойно у нас остаться в силе законной, в той же касационной инстанции. И, в общем, человек будет должен или организация при иногда даже отсутствии, по крайней мере, на мой взгляд, юридических оснований к этому. Как вы видите вообще возможное развитие событий в такой ситуации? Ну, я имею в виду с точки зрения закона. Как бы вы считали правильным? Ну, я это сейчас поясню. Может быть, просто мы немного углубились в юридическую теорию какую-то, да? Слушатели, может быть, есть какие-то проблемы, связанные в том числе и с привлечением к административной ответственности руководителей, да? Просто интересно было послушать какие-то истории, да? Если кто-то руководит и в отношении кого-то какие-то штрафы либо отстранение было. Еще раз скажу, 65, 10, 99, 6, код Москвы 495, либо finam.fm, есть страничка программы «Формулы права», можно написать, мы обсудим. Да, чтобы не зевали, там, может быть, мы обсуждаем все на юридическом языке, может быть, не каждому совсем понятно, о чем мы говорим, ну, потому что специфика есть своя, своеобразная. Вот что касается отмены таких решений, естественно, нормальный, ну, вариант, так скажем, да, вот по-русски если говорить, это обжалование и обжалование, допустим, в апелляции нынче, да, вот в связи с изменениями, которые были с первого числа в касационной инстанции, вот, но в этом тоже есть проблема, да, ну, мы же собрались говорить о проблемах, наверное, да, а не о чем-то хорошем и о высоком. Почему? Я всегда за то, чтобы поговорить о чем-то хорошем, на самом деле. Ну, вот юристам о чем хорошем можно говорить. Почему обязательно о плохом? Но, к сожалению, к адвокатам с хорошим редко приходят, приходят с какими-то, как вы сказали, проблемами. Так что давайте пока о проблемах. А проблематику я бы еще какую затронул, да, если немножко отстраниться, вот, в сторону, да, уйти, именно, вот, как дальше быть, если вот в отношении, вот на вас показываю, не в себе верно, в отношении руководителя организации вынесено какой-то неправосудный приговор и так далее, нужно идти его обжаловать. Просто с первого числа изменился порядок обжалования в уголовном процессе, да, сейчас у нас есть апелляционная инстанция, касационная инстанция и надзорная инстанция. Но законодатель, что сделал, какую, как говорится, свинью подложил? Просто обрубили возможность обращения в надзор, то бишь в касацию, да, нынче. Дело в том, что любой приговор сейчас, после первого числа, можно обжаловать в апелляционной инстанции, да, в апелляции. Понятно, что... Сделали некое похожее, как вот в арбитраж, потом гражданский процесс у нас пошел. Да, но есть один нюанс. Уголовный, это уголовный процесс. Апелляционная инстанция зачастую засиливает приговоры на раз-два, не разбираясь там и так далее, да. Все равно должен быть эффективный метод защиты дальше. Тем не менее, чтобы пойти сейчас в касационную инстанцию, нужно написать касационную жалобу, подать ее непосредственно в президиум, и судья, один из судей касационной инстанции, да, касационного суда, просто-напросто сначала рассматривает вашу жалобу, изучает ее, это дословно в законе сказано, изучает. Если он найдет основания, тогда он это дело передает на рассмотрение. Ну, это на дурн в чистом виде, просто сейчас называется, он касается ее, собственно говоря. Да, но проблема в том, что раньше этим занимались судьи Верховного суда, да, и там, где, допустим, творился какой-то беспредел в регионе каком-нибудь, да, не обязательно в Москве, да, есть же вот отдельные княжества государства у нас, не секрет, хоть какой-то способ был вынести из региона дело, да, на рассмотрение в Москву, да, и добиться какой-то справедливости. Сейчас такой возможности нет. Сейчас последней инстанцией выступает судья областного суда, да, если вы, ну, говорите о какой-то отдельной области, отдельном регионе, и через него вы не перепрыгнете, вот. И, по сути, весь ссор остается вот в одной избе. Я считаю, это проблема, пока вот еще нет судебной достаточно большой практики по таким обжалованиям, потому что еще прошло буквально вот 17 дней, но я думаю, что дальше будет еще хуже, да, просто будут выноситься неправосудные приговоры, они будут засиливаться на областном уровне у себя в регионе, и дальше просто-напросто ходу нет, да, дальше нет надзора, обращаться некуда, остается только ЕСПЧ. Ну, я единственный момент хочу сказать еще очень-очень-очень давно, я даже сейчас год не скажу, потому что я всегда в процессе своей деятельности воспринимала это уже как данность. Собственно, как раз Европейский суд по правам человека озвучил, что он не считает надзорные инстанции в России в принципе эффективным способом оспаривания решений, приговоров и так далее. К сожалению, мы можем называть эти инстанции как угодно, вчера она называлась надзорная, сегодня касационная, послезавтра у нее будет еще какое-нибудь новое название с этими элементами, без элементов, вот то, о чем вы говорите, но по-хорошему, сути, на мой взгляд, это не меняет, и, кстати, не меняет в общем и целом, и пока что, хотя там уже год применяется, да, второй год пошел, вот эта апелляционная инстанция, и в гражданском процессе. Ну, пожалуй, кроме того, что, возвращаясь к гражданскому процессу, у меня, например, была ситуация, при которой суд московский, соответственно, апелляционная инстанция московского городского суда, она банально не справлялась с количеством апелляционных жалоб, и вот, например, одно дело, у меня была рассмотрена жалоба, по двум точнее делам, по одному через шесть месяцев после вынесения решений, по делу была подана жалоба, и, собственно, полгода она не назначалась в суд. Причем просто вот без какого-либо мотивировки, нарушения сроков, и... Какая мотивировка? У них есть своя мотивировка, у них там эти дела уже в огромной очереди стоят, ну, а людям-то что, да? И, собственно говоря, по второму делу этот срок вообще составлял восемь месяцев. Представляете себе, что суд первой инстанции старался быстро рассмотреть дело, вынес решение, кстати, ни один из судов у нас не нарушил сроки, вот ни один, ни второй, ни по одному делу... А вступить в законную силу оно не могло. Оно не может вступить в законную силу, то есть люди ни ссылаться не могут на эти решения, ни исполнять эти решения не могут, ничего не могут, потому что оно банально лежит в канцелярии, потому что его даже не назначают. А не назначают не потому, что его кто-то не хочет назначить, ну, а, собственно говоря, просто вот не справлялась инстанция с таким обилием дел. Но это так уже, лирическое отступление по сути. А по-хорошему, в принципе, процедура обжалования у нас сейчас на данный момент, как бы мы ее ни называли, касационной, апелляционной, ну, вот я ее особую эффективность не вижу. По крайней мере, как практика, по моему мнению, отменяют решение и приговоры судов в тех случаях, когда есть реально, ну, совсем вопиющие какие-то, да, нарушения. То есть те нарушения, которые по-хорошему, их просто не должно было бы быть в природе. Не какие-то детали, не какие-то тонкости закона, а что-то, когда белое назвали черным, написали это в решении или в приговоре, и сказали, идите, да, ну, вот какие-то уже совсем неоспоримые вещи. Вот в этих ситуациях отменяются. Как правило, процессуальные нарушения, да, вот служат основанием. Чаще всего, да. Потому что вот неправильное применение норм права, материальное нарушение, да, они, как правило, даже не рассматриваются. Потому что приходишь в касацию раньше, сейчас в апелляцию, смотришь, что один судья чего-то пишет, другой вообще заснул, да, а третий делает вид, что тебя слушает, и в конечном итоге все остается на своих местах, да, что касается. Хотя бывают и жалобы, и так далее. Это мы тоже сейчас отвлечемся немножко от темы, от самой, так как сейчас гораздо лучше с этим, не могу не сказать, что действительно лучше и большее дело слушается вовремя, но вообще раньше Московский городской суд всегда славился тем, что тебе, например, назначили на 10, а ты в 3 только попал в кабинет. Соответственно, весь этот период времени ты просто ждешь. Ну и для того, чтобы это время не тратить зря, я всегда заходила внутрь, так как заседание открыто, и мне всегда было интересно, какие дела рассматривают, какие решения, определения принимает Московский городской суд. Ну то есть раз ты уже находишься в суде, как минимум, это всегда полезно. И вот честно могу сказать, что, конечно, в большой степени я судьи это понимаю, потому что из всех речей, которые субъективно, да, вот мне, например, удавалось там услышать, несколько были дельные, а многие действительно спать хотелось. Вот делать нечего, потому что по существу ноль, человеку совсем не сказать нельзя, все-таки у нас предусматривает кодекс возможность высказаться. И вот они вынуждены, судьи, слушать то, что, в общем, для дела, по большому счету для юридического рассмотрения не важно. Но я могу про себя сказать, что по одному из дел у меня была другая история, когда мы примерно за две недели в канцелярию суда, ну, может быть, не за десять, подали некие там дополнения, причем дополнения очень важные, очень важные дополнения, там сторону лишили возможности участвовать в первой инстанции, была сначала подана, в общем, более-менее общая жалоба, а потом уже с приложением определенных документов. Так вот, когда я пришла в процесс, это был зал, в котором лица, участвующие в деле, очень близко к судьям сидели. Но вот ошибка, не ошибка, я видела, лежал, собственно говоря, там лист, на котором было написано слово определение, это было напечатанное определение по делу, по которому мы еще не начали свои речи. А выяснилось, что канцелярия плохо сработала, и все то, что мы принесли, важное, оно до судей не дошло. Как замечательно. И, собственно говоря, вот это определение я видела своим глазом, у меня хорошее зрение, поэтому я могла, в общем, хоть как стоять и фактически читать, что там написано, понятно, что не в полном объеме, но вот такая история у меня тоже была, люди еще выступить не успели, заседание еще не прошло, определение уже было вынесено. Я думаю, что это не единичный случай. Да, конечно, не единичный, я предполагаю, что просто-напросто ошибка была в том, что его показали, это определение, а так, возможно, они уже заготовлены и лежат, и ждут своего часа. Ну вот смотрите, а возвращаясь все-таки к вопросу нашему сегодняшнему, Максиму, ответственность руководителя организации, ведь мы сегодня говорим об ответственности в общем и целом личной. С одной стороны, человек ведет бизнес, да, и, собственно, вполне это может быть наемный рабочий, не владелец, ну, рабочий там, работник, правильно сказать, да, не владелец бизнеса, а человек, который работает за заработную плату, ну, в той или иной форме, бонусы, не бонусы, это уже личное дело, взаимоотношения с работой. Ну, так или иначе, он не владелец бизнеса, это понятно. Ну, во многих ситуациях, да, одно дело, когда человек сам ведет свой собственный бизнес, свои риски несет для себя и для себя зарабатывает деньги или своими деньгами рискует, в конце концов, да, и имуществом. А когда этот человек наемный работник, и при этом он несет ответственность весьма и весьма личную, начиная от административной, а там штрафы ого-го какие, да, и заканчивая, собственно говоря, уголовной, а кроме того, что по уголовному законодательству можно получить не только, вот вы рассказали сегодня про ситуацию, где был назначен штраф 500 тысяч рублей. По статье, которая до 10 лет предусматривает. Ну, это, в общем, я думаю, что можно считать в определенной степени победой, да, вот с учетом того, каким образом у нас, к сожалению, зачастую рассматриваются дела, но если только не говорить о том, что по-хорошему, наверное, вы просили, в принципе, оправдать его, да, в этой ситуации. А вот, но в любом случае, 500 тысяч рублей, это тоже сумма, в общем, немаленькая, я думаю, что не каждый генеральный директор или там директор-руководитель такие денежные средства зарабатывают, но плюс еще у человека судимость появляется, да, плюс еще человека могут дополнительное наказание назначить в виде лишения его права занимать такого рода должность и, в принципе, порушить ему жизнь. Зачастую используется для разрушения бизнеса подобный инструмент, да, то есть неважно, какой штраф, можете его не платить и так далее, сами разбирайтесь, главное отстранить от занимаемой должности, а если эта фигура неоднозначная, на которой действительно построен весь бизнес, то, в принципе, это разрушение, да, всего того, что было построено. Вот, я предполагаю, этот инструмент используется очень активно именно по рейдерским делам, да, вот, сейчас их стало меньше, стало значительно меньше, значительно меньше. А способы изощреннее, да, Максим, потому что раньше все было немножко проще. Я напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем ответственность руководителя организации, мы сейчас выслушаем новости, вернемся в прямой эфир. Итак, ответственность руководителя организации, это тема, которую мы обсуждаем сегодня в прямом эфире. В гостях у меня Максим Домбровицкий, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Легисгрупп. Напоминаю еще раз, телефон студии 6510996, код Москва 495, также сайт Финам.фм, там есть страничка программы «Формулы права», можно позвонить, можно ваш отзыв, комментарий, вопросы оставить. Ну а мы, собственно говоря, обсуждали в принципе вопросы, связанные с ответственностью руководителя организации. Конечно, мы говорим сегодня больше об организациях негосударственных и даже, наверное, не коммерческих, не знал, как сказать. Мы, в принципе, говорим больше о предпринимательской деятельности, то есть о той деятельности, которая направлена на получение прибыли. И вот сейчас, пока мы слушали новости, я кратко пробежалась по одному из разделов Уголовного кодекса, просто шапки поснимала, скажем так, для того, чтобы не забыть, и даже до конца не успела посмотреть, увидела там огромное количество статей ныне, которые, многие из которых уже давно существуют, часть из них действуют, часть не действуют, но они есть в Уголовном кодексе, которые направлены именно на ответственность руководителя организации. То есть это фиктивное преднамеренное банкротство, допустим, это различные виды мошенничества, это уклонение от уплаты налогов, незаконное получение кредита или, например, злостное уклонение от уплаты кредита и так далее. Вот не возникает ли у вас в принципе такого ощущения, Максим, вопрос такой у меня к вам, мне не хочется услышать, что по большому счету для руководителя организации нужно какие-то, я уж не говорю, ладно, про специальность в институте, но то, что курсы какие-то нужно организовывать, это точно. Это я действительно пробежалась только по шапкам и не все успела посмотреть, а есть ведь менее однозначные статьи, по которым вроде человек думает, что все правильно делает, а выяснилось, что не совсем правильно, а есть еще целый административный кодекс, а там огромное количество статей именно для руководителя организации. В том числе. Но нужно понимать, где ставишь подпись, а вообще, конечно, любой каприз за ваши деньги все равно вот так можно назвать. Интересная постановка вопроса, на самом деле, Анастасия, вот прямо меня удивили этим вопросом. Я думаю, что если... Это даже мысль-слух, это не вопрос. Да, да, да. Ну, такая вот мысль, идея. Адвокату проще, да, мы все-таки это более-менее знаем, а если не знаем, знаем, где быстро что посмотреть и уже представляем, как это будет работать. Но дело в том, что если предположить, что какие-то курсы, повышение, не знаю, грамотности и так далее придумать потенциально для любого директора, ну, мы тогда умоляем право любого гражданина организовать бизнес и стать директором. То есть, а кто тогда будет... Я не предлагаю всех лишить сначала этого права, чтобы предоставить окончанием курсов. Я говорю немножко о другом. Вот мы сегодня, в принципе, начали с обсуждения того, что вы рассказали историю реального дела, который у вас сейчас находится в производстве, по которому вы участвовали, да, и исходя из него мы, в принципе, обсудили, что действительно масса проблем, в том числе проблем процессуального и правоприменительного характера существует, да? Да, существует и крутится вокруг вот... Масса возможностей. Может быть, для кого-то они в плюс, скажем так, может быть, для кого-то, естественно, в минус, в первую очередь, для руководителей, но тем не менее, масса возможностей влезть внутрь работы организации, ну, и сделать какие-то свои... То, что мы сегодня обсуждали по поводу того, а правильная ли была сделка, был ли у вас умысел, посещение и так далее. Вы знаете, вот... Если немножко вот поподробнее, да, это прямо отдельной темой можно вынести, какие есть возможности для того, чтобы влезть именно в бизнес для изучения, так скажем, пристального изучения со стороны государственных и правоохранительных органов, да, это именно закон о полиции, закон о оперативно-розыскной деятельности, который предполагает определенные процедуры, да, в том числе изъятие документов, взятие объяснений, скрытое, открытое наблюдение, обследование помещений и так далее. То есть множество процедур, которые могут так или иначе застопорить и повлиять на бизнес, сейчас существуют. Вот. Тем не менее, вот как я уже упоминал, руководитель следственных органов упывает на то, что мало-мало им полномочий, давайте еще больше, да, то есть давайте дадим возможности для... по-хорошему не жалко, только если быть уверенным в том, чтобы они... Не во вред, да, это все дело использовались. Потому что действительно ведь есть реальная ситуация. Мы сегодня говорим так со стороны, ну, скажем так, незаконно может быть осужденных, или как мы себе их представляем, допустим, ситуации эти. Но есть реальная ситуация, при которой действительно было совершено мошенничество, действительно был причинен ущерб, действительно имел место умысел. И нельзя одновременно закрывать дверь, да, вот совсем. Вы сегодня сказали интересную вещь, что вы в принципе сторонник того, чтобы по предпринимательским преступлениям в сфере предпринимательской деятельности нельзя вообще было возбуждать уголовные дела. Вообще. Пусть люди в судах разбираются. Да, вот эта идея мне, кстати, понравилась. Это не моя идея, совершенно не буду ее себе присваивать. На самом деле. В некоторых странах я просто не совсем владею, да, сейчас обстановкой в каких конкретно, да, я, насколько помню, есть такие моменты, связанные с тем, что при осуществлении предпринимательской деятельности, если чьи-то интересы страдают, да, с этим должен разбираться гражданский суд, да, и решать вопросы взыскания и так далее и тому подобное. Это было бы хорошо, если бы ввели, я сейчас, шутка с долей шутки, долговую яму. Вот в прямом смысле слова, даже не в переносном, потому что, что у нас получается? Люди не хотят потерять свободу, и в связи с этим они готовы, нередко и имеют возможность как-то решать вопросы с потерпевшим, да, и очень часто инициируются уголовные дела для того, чтобы, собственно говоря, выйти на какое-то соглашение, да, на урегулирование спорного вопроса. Если мы этот момент у нас сейчас уберем, я сейчас уже с другой точки зрения, да, Максим? Да, то возникнет кризис неисполнения, да, судебных решений. Потому что одно дело, когда есть такой некий рычаг, да, что ты, окей, ты не хочешь возвращать похищенное, если действительно было похищение, ну, предположим, мы сейчас абстрактно говорим, да, но тогда в любом случае, помимо того, что ты все равно будешь должен, в любом случае придется посидеть. Злой, небритый оперативник там вызовет как минимум для дачи объяснений, да, и будет задавать неприятные вопросы. Это начало. А если будет уголовное дело, так, собственно, может прийти это все экологическому завершению в виде приговора в каких-то ситуациях и лишения свободы реального, да. То есть здесь человек все-таки имеет больше мотивов для того, чтобы как-то решать вопросы спорные с другой стороной конфликта. Если мы оставляем все это только в гражданской правовой плоскости, у нас действительно остаются моменты, связанные с тем, что у нас этого мотива нет, да, карающего меча такого нет. Угрожать нам, по сути, нечем. Долговой ямы, о которой я сейчас пошутила с долей шутки, тоже нет. Ну, собственно говоря, ну, как, на нет и суда нет. Мы к этому придем, да, что, ну, хорошо, ну, взыщет с человека, с организацией. Организация обанкротится. Ну, допустим, мы применим процедуру субсидиарной ответственности. Кстати, хотел сегодня эту тему затронуть, но даже не знаю, успеем ли уже или нет. Но, тем не менее, применим, ну, взыщем мы с физических лиц каких-то что-то, а у него нету ничего. Он бедный, как мышь корабельная. И дальше что? Ну, не сможет он за границу ездить. Вот единственная проблема. На данном этапе, на сегодняшний день, я больше никаких реальных вообще рычагов воздействия на неплательщиков пока что я вообще не вижу. Ну, пока это один рычаг, на самом деле. И то для кого-то рычаг, для кого-то нет. Да, очень часто приходят люди, которые говорят, мне, как говорится, Фиолетово, поеду я за границу, или я оттуда не езжу. Я вообще в Сочи езжу. Или в Беларусь. Интересно, да. Поэтому ничего он не боится. Никакое уголовное дело ему не страшно, потому что там, в принципе, нет, допустим, умысла, состава и так далее. А долгов он тоже не боится. Но это уже такая глобальная тема. Здесь можно придумывать множество инструментов, как давить на таких людей. Естественно, долговая яма самый лучший вариант, в моем понимании. Но, конечно, это уже невозможно в современном праве, как это было, допустим, во времена Диккельса в Англии. Нет, почему невозможно? Есть... Я понимаю, что долговая яма в прямом смысле слова, то есть некая яма, куда сажать человека в том или ином формате. Конечно, это невозможно, но, тем не менее, в уголовном-то кодексе есть, например, такая статья, говоря об организациях, немножко возвращаясь, как злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Вот у меня в практике, даже у моих клиентов, я даже не слышала пока что, чтобы она работала, эта статья. Вот, кстати, Максим, у вас не было такого? Не было ни разу. И более того, скажу, что и мошенничество это неохотно возбуждается по подобным составам, потому как доказывать умысел в таких вот делах очень сложно следствию, следственным органам. И они изначально настроены на вынесение отказа в возбуждении уголовного дела. Так вот это, между прочим, долговая яма, о которой мы говорим. По-хорошему. Да, я не говорю сейчас о размере наказания по этой статье. Это уже другой момент. Я, на самом деле, за то, чтобы эти наказания были весьма суровые. В принципе, весьма суровые, потому что часть людей изначально настроена на то, чтобы не отдавать какие-то свои долги, понимая, что реально ничего не произойдет. Ну, будут некие небольшие неудобства, связанные с тем, что у них там эти есть исполнительные производства какие-то. Но они стоят того. Да, ну, в ряде ситуаций человек может оценивать их как стоящие для себя. Собственно говоря, здесь же вот эта вот статья для наших слушателей, скажу, она как раз прямо касается именно руководителей организации либо граждан. То есть в случае, когда организация должна, есть судебный акт, вступивший в законную силу, либо когда гражданин должен. А что значит злостное? Значит, что им есть чем погасить. А вопрос доказывания его субъективного отношения, да, вины. То есть есть ли умысел, допустим, именно на непогашение этой задолженности. Я просто думаю, что многие следователи просто боятся возбуждать такие дела, потому как на 50-80% они не дойдут до суда. Получается интересная история. У нас следователи боятся вот такое дело возбудить и при этом совершенно не боятся возбудить и довести до суда то дело, о котором вы сегодня рассказывали. Когда при наличии одобрения по сделке, да, собственно говоря, человек все равно понес уголовное наказание. Ну, если уж совсем быть откровенным, да, есть еще такое понятие, как позвоночное право, да, административный ресурс, который изначально используется, и уже заранее известно, что дело пойдет в суд. Ну, такова практика, к сожалению, она имеется сейчас. Вот. Естественно, по таким делам, пожалуйста, всегда дело возбуждается и всегда какие-то процессуальные решения происходят. Но когда это вот на уровне решений низовых каких-то, да, звеньев, там, следователь решает либо его непосредственное руководство возбуждать, не возбуждать, то многие просто отказываются от этого, потому что понимают, что придет еще два-три адвоката и просто развалит это дело. Ну, это хорошо, что вы такого мнения об адвокатах, но тем не менее, к сожалению, бывают именно такие ситуации, о которых вы рассказывали, когда можно, как говорят, хоть кол на голове тиши, но тем не менее, дело как идет, так и идет. При абсолютном отсутствии доказательств, фактах, или наоборот, при наличии фактов, которые в принципе исключают какую-то уголовную ответственность, а дело все равно идет, да, вот я думаю, что любой в том числе и адвокат как раз с этим тоже сталкивался, после которого иногда выходишь там из суда и откуда-то опускаются руки, да, вот в прямом смысле слова. Вот у меня коллега, да, он говорит, я допустим не занимаюсь в принципе уголовными делами, потому что там бесполезно, да, биться в закрытые двери и как рыба облет и так далее. Я, говорит, занимаюсь только гражданским процессом, там можно хоть как-то повлиять, да, на решение, там представить документы и так далее. А в уголовном, извините, ты только констатируешь факты, подписываешь документы и заявляешь какие-то ходатайства и жалобы, которые естественно отклоняются и по ним выносится отказ. Но это не совсем верно, конечно. Затронули мы этот момент, да, очевидно, что конечно адвокат может влиять и на ход уголовного процесса правильными действиями, равно как и в гражданском или арбитражном процессе тоже важны правильные действия от необязательно адвоката, от любого участника того или иного процесса. Но вот здесь вот есть, кстати, один момент достаточно больной, у нас минутка буквально осталась, это по поводу адвокатов в уголовном процессе, вот то, что вы сказали. Если у нас следователь может массу запросов делать, да, часть из них должен, ну, суд санкционировать, скажем так, но большую часть все равно следователя может запросить самостоятельно, как только адвокат, который формально по закону об адвокатуре имеет право тоже делать определенные запросы, чтобы получить информацию. Но тем не менее, сразу получаем ответы, всякие разные, но не по теме. Я вот сейчас не буду их цитировать, но как правило, у нас государственные органы очень любят в неправильном ключе, абсолютно неправильном русле, ну, разъяснить адвокату его полномочия, и, в принципе, чаще всего требуют вообще вопрос, а вы на кого работаете, да, вот такое, а вы не приложили соглашение, а вы не рассказали, кто ваш клиент. И то, что у нас прописана адвокатская тайна, это вообще отдельная тема, и это никого не интересует. Ну, кстати, этот закон будет переработан. 15 секундочек у нас буквально осталось, очень жаль, и я действительно надеюсь, что и в этой части у нас будет равноправие, чтобы защищать интересы всех, в том числе и руководителей организации. Максим Домбровицкий был у меня в гостях, Анастасия Брачева, «Формула права» каждый четверг в 11 часов. «Формула права»